Фотографировать только с разрешения пресс-службы. Екатеринбургские фотографы решили протестовать против запрета съемок в одном из крупнейших вузов округа. Их возмутило, что для этого нужно разрешение пресс-службы университета. Сегодня они планировали устроить флешмоб, однако сотрудники вуза уже предложили им провести конструктивный диалог. Анастасия Кондрашова подробнее. Эти кадры Анастасия планировала сделать еще пару дней назад. Тогда фотосъемку прервали. Просто не поняли, что стены крупнейшего вуза Уральского округа тоже могут вдохновлять. Мы пришли хорошо. Мы только достали фотоаппарат на третьем этаже. Подошли люди. Сначала попросили просто выйти. Потом взяли под руки и проследили, пока мы дошли до выхода. Просто непонятно почему, по каким причинам, не представившись ничего. Представьтесь, пожалуйста, нет никакого ответа. Просто выйдите отсюда и все. История о творческих порывах и суровой охране буквально взорвала интернет. Блогеры сразу подметили, свободу художника душат. И решились пойти, пусть не войной, а мирным флешмобом на Урфу. Место встречи – университет. Давайте зайдем. Мы сюда и пришли, чтобы к вам зайти. Делайте. Все, все, все. Вперед. План – просто фотографироваться для личного архива. В назначенное время к месту встречи пришло человек 10. Гораздо меньше, чем возмущенных в интернете. Да и сам флешмоб закончился, не успев начаться. Руководство вуза тоже читает интернет. Гостеприимно бунтовщиков встретили и за круглый стол переговоров посадили. Мы же тоже не знаем, с какими целями пришел сюда тот или иной гражданин. За привет фотосъемки там, где нет режимных объектов, где нет густаяния, где нет тайной учебной собственности, он тоже незаконен. На этом знаниями по праву блистать закончили. Художники больше взывали к свободе творчества. Позиция фотографов – художник должен быть свободен. Позиция вуза – а как же интеллектуальная собственность? Да и режимных, государственно важных объектов, как выяснилось, здесь немало. Я там, милиция приехала. Пожалуйста, встретите. Впрочем, стражам порядка в тот день выводить никого не пришлось. Споры физиков и лириков были не столь горячие. Напоследок художникам все-таки разрешили сфотографироваться. Мы хотели бы все-таки, чтобы нас в нашем доме тоже уважали. Вот. То есть прийти и спросить разрешение, я считаю, это не зазорно. Вместе с разрешением можно, по большому счету, получить и более широкий доступ, как говорится, к более серьезным и интересным объектам. Правда, точку в этом споре так и не поставили. После праздников обе стороны обещали встретиться еще раз и вновь обсудить тонкости фотоискусства и права. Анастасия Кондрашова, Александр Плюснин, информационная программа «День», Екатеринбург.